Итоги фестиваля подводились вечером в культурно-досуглом центре Ершовская. После шести концертов гармонисты под аплодисменты поднялись на сцену, чтобы сыграть заключительный аккорд. Сергей Ижукин, ведущий праздника, настойчиво приглашает на сцену Евгению Агафонову и Александра Галкина, с которым 10 лет назад и основал на Ершовской земле этот фестиваль. Мне бы хотелось сейчас от продюсерского центра «Русская гармонь» наградить дипломом Агафонову Евгению Григорьевну продюсерский центр «Русская гармонь» за сохранение и пропаганду творческого наследия русского народа, помощь в организации проведения 10-го всероссийского фестиваля «Гармонь собирает друзей». Первые слова признания адресованы народному гармонисту Сергею Борискину. Он был в числе основателей братства гармонистов России Геннадия Заволокина. Борискин в военной форме. 10-й фестиваль посвящен 70-летию Великой Победы. Живите, граждане, спокойно. Благословен ваш мирный труд. А в ополчении достойно все трудности перенесут. Где красный флаг победы реет, врагам суда не избежать. И Новороссия умеет в руках оружие держать. И Новороссия умеет в руках оружие держать. Каждый участник фестиваля известен россиянам. Московский продюсерский центр «Игра и гармонь» выходит со своими программами на радио и телевидении. Им учреждена почетная медаль «Заслуженный гармонист России». Сегодня эта награда вручена Николаю Вельмискину из Мордовии. Особенно тепло зрители принимали выступления семейного ансамбля из Сад Петербурга. Бориса и Альбины Зоновых. На 10-м фестивале питерцев было как никогда много. Я привел вам низкий поклон и наилучшее пожелание земли легендарной ленинградской аренбаусского отздарма. Этот клочок земли где-то километров 50 в длину и километров 5-6 в глубину не был сдан немцам. Там не ступала нога немцев. Люди молодые, которые чуть больше 20 лет погибли, защищая нашу Родину. Удивил и просто заворожил игрой на уникальной рояльной гармонии Андрей Ивлев. Он приехал из Липецкой области. Гармонист в четвертом поколении. Гармония это уникальная по-своему. Она единственная из всех видов гармонии, которая заснана в каталоге ЮНЕСКО международной. Родилась она в городе Ельца в начале 19 века. Чуть-чуть она постарше, буквально на несколько десятков лет, обычной хроматической двухрядной гармонии. Распространена она только по центральному Черноземию. То есть Липецкая, Воронежская область. Больше ее в России нет нигде. У жителей Ершова есть и свои любимчики среди гармонистов и частушечников. Галоконцерт не мог состояться без лирических песен Валерия Семина, руководителя ансамбля «Белый день», покорившего Европу, Америку, Китай и без выступления Владимира Апарина из Перми. Его хит «Не пыли и дорога» кубанский казачий хор назвал народной песней. Конечно, фестиваль невозможно представить без Одинцовского ансамбля Сергея Ижукина «Россияночка». Его руководитель и сам весельчак Балагур – автор многочисленных песен. Одним словом, душа фестиваля. Дорогие друзья, вы любите гармонь? Да! Тогда и песня «Россия и гармонь!» Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Рассни «Аencieн Карпова». «Россиян Карпова» Платилован «Среди розпоб이에 предмет Esto- streetsакitate». «Россиян Карпова». «Россиян Карпова». «Россиян Карпова». «Россиян Карпова» «Россиян Карпова». Продолжение следует...